Продолжение следует... 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 компрессия трубы, из-за этого нарушается градиент давления в полости трубы, в барабанной полости, простите, отмечается скопление эксудата, и затем на фоне застойных процессов могут возникнуть также и воспалительные изменения. Как же это будет видно на МРТ? Ну вот увеличенная глоточная миндалина, которая значительно деформирует, компримирует глоточное отдело слуховых труб, и как следствие нарушение градиента давления, застойные явления в сосцевидных отростках височных костей, отек слизистой оболочки и некоторые ячейки, тотально заполненные жидкостным содержимым. Киперглазия глоточной миндалины у детей есть определенные сложности в диагностике, поскольку дети себя, конечно, в помещении томографа чувствуют крайне некомфортно, они двигаются, и вдобавок увеличенная глоточная миндалина нарушает прохождение воздуха, и поэтому возникают такие выраженные двигательные артефакты, которые засложняют диагностику. Тем не менее, несмотря на то, что пациент активно двигается, глоточная миндалина располагается в центре зоны сканирования, и поэтому радиосколебания у него очень небольшой, и четкость миндалины как-то не страдает. И можно проследить как раз вот эти линейные границы между анонитными вегетациями и избежать неправильного диагноза. Наличие ретенционных киск глоточной миндалины также является таким благоприятным знаком для диагноста, поскольку они свидетельствуют о том, что нет замещения ткани миндалины патологической тканью, имеется функционирование железистых клеток. Эти клетки продуцируют секрет, и при каких-то хронических заболеваниях, хронических воспалительных процессах происходит обтурация этих желез и скопление жидкости в их просвете. Поэтому, когда при исследовании видим вот такие вот жидкостные включения в периферии накопления контрастного препарата по капсуле, это, наоборот, благоприятный признак и позволяет исключительно его пластический процесс. Это не касается такой ситуации, как киста Торнольда. Здесь нужно быть осторожными. Это фарингеальная бурса, это рудиментарный поверхностный карман эмбриональной корды верхнего констриктора носоглотки, который может остаться невзращенным уже во взрослом состоянии. Эта киста всегда располагается посередине, чаще всего она солитарная, может быть цептирована. И, несмотря на то, что мы ее видим, это совсем не значит, что нет опухлевого поражения, потому что эта киста носит постоянный характер, у нее достаточно плотные стенки, и вот здесь нужно быть внимательными. Поражение глоточной миндалины при злокачественной лимфоме. Достаточно легко ставится диагноз. Миндалина очень значительно увеличена в размерах, отсутствует вот эти вот аденоидные вегетации, поверхность ее четкая, ровная. При внутривенном контрастировании и на Т2 взвешенных изображениях обязательно прослеживается контур слизистой оболочки, поскольку злокачественные лимфомы нетропны капиталиальной ткани. И на постконтрастных изображениях мы видим, что структура миндалины достаточно гомогенная, то есть затронута вся лимфоидная ткань и не прослеживается рисунок креп, не прослеживаются какие-то ретенционные кисты. Также у данного пациента имеется правостороннее поражение шейных лимфатических узлов. При лимфоме очень типичная картина солидного строения лимфоузлы, четко очерченные, плотно прилегающие друг к другу, без признаков стрияния в конгломераты. Поэтому такой диагноз достаточно просто выставляется. Что же отличает эпитериальные опухоли носоглотки от поражения при лимфоме? Такие опухоли всегда будут иметь вид инфильтративного такого роста, поскольку нет тропности к лимфоидной ткани миндалины. Такие опухоли достаточно быстро распадаются, формируются язвенные дефекты, также не характерны для поражения при лимфопролиферативных заболеваниях. Поражение лимфатических узлов в ретрофарингеального заглоточного пространства чаще всего со стороны поражения структура лимфоузлов неоднородная за счет наличия участков некроза и имеется тенденция к слиянию в конгломераты. Также характерно наличие центрального некроза, это характерно для плоскоклеточного рака. Несмотря на небольшие размеры опухоли носоглотки, эти опухоли ригидные, поэтому достаточно быстро они приводят к таким проявлением, как традиционный антрацеллюлит. У данного пациента опухоль дебютировала секундарным поражением шейных лимфатических узлов справа. И в виде проявления антрацеллюлита обращаем повышенное внимание на глоточное отдело слуховой трубы с ипсилатеральной стороны и видим незначительную асимметрию носоглотки, как раз обусловленной самой опухолью, хотя ее как таковой не видно. И как раз проявление антрацеллюлита, что говорит о том, что есть компрессия глоточного отдела слуховой трубы, скорее всего, это не лимфопролиферативное заболевание, поскольку там ткань достаточно эластична и к таким последствиям привести не может. Небные миндалины. Чаще всего первая патология, которая сразу приходит в голову, это гипертрофия глоточных небных миндалин. Миндалины располагаются по боковым стенкам ротоглотки. Структура их очень характерна. Они имеют вот такие глубокие линейные крипты, распространяющиеся в толщу миндалин до латерального их контура. Они высланы слизистой оболочкой. Хроническая картина тензилита, билатеральное увеличение небных миндалин. Они буквально смыкаются на уровне средней линии. И имеется увеличение размеров шейных лимфоузлов, что также может натолкнуть на неверный диагноз. Здесь прослеживается ворота лимфоузлов. Говорят о том, что, скорее всего, имеется неспецифический лимфоденит. И при внутривенном контрастировании отчетливо прослеживается линейный рисунок крипт-миндалин. Что говорит о том, что сама миндалин не пострадала, и ее структура, увеличенные размеры, зависит именно от отека. И это проявление воспалительного изменения. Ретенционные кисты миндалин. Также все, что касается глоточной миндалины, чаще всего встречаются при хронических воспалительных процессах. И также являются доброкачественным таким знаком того, что структура миндалины сохранена, она функционирует. Есть железистые клетки, продуцирующие муцин. И в таком случае, конечно, не идет речь о том, что имеется какое-то злокачественное поражение. Данные кисты мы можем время от времени видеть, можем не видеть. При последующих исследованиях контрольных они могут скрываться, их содержимое дренируется в просвет глотки, и они носят непостоянный характер. Поражение нюбных миндалин при лимфопролиферативном заболевании, наиболее такой классический академический случай. Имеется поражение миндалины слева. Она значительно увеличена в размерах по сравнению с контролатеральной миндалиной. Структура ее абсолютно однородная. И линейный рисунок крипт прослеживается только в задних ее отделах, которые не поражены опухолевым процессом. Также имеется увеличение размеров шейного лимфатического узла. Лимфоузел имеет солидное строение, без каких-либо жидкостных включений. И в контрастную фазу такие миндалины характеризуются сниженным накоплением контрастного препарата. Отчетливо прослеживается контур слизистой оболочки, что говорит о том, что это не эпителиальная опухоль. И также можно проследить рисунок, линейный рисунок крипт в задних отделах миндалины. И мы можем сказать не только то, что имеет место поражение при лимфопролиферативном заболевании, но даже мы можем указать те отделы миндалины, которые поражены, и указать непораженные отделы. Крайне редкий случай поражения необноминдалины при лимфопролиферативном заболевании билатеральное. Но диагноз достаточно сложный был. В данном случае у пациента имеется поражение шейных лимфатических узлов при лимфоме справа, при этом, казалось бы, не увеличенные в размерах необноминдалины. Тем не менее, должно сразу же насторожить гомогенность их структуры. Линейный рисунок крипт прослеживается фрагментарно, только в задних отделах. И обратите внимание на сигнальные характеристики. Пораженные лимфатические узлы имеют ту же интенсивность сигнала, что измененные миндалины. И здесь был выставлен диагноз, подтвержденный затем гистологически, что есть билатеральное поражение необных миндалин при лимфоме. Также имеется характерный признак сниженное накопление контрастного препарата в контрастную фазу как в самых миндалинах, так и в пораженных лимфатических узлах. Что отличает эпителиальные опухоли от поражения при лимфоме? В принципе, все те же самые характеристики, что указывались при глоточном миндалине. Такие опухоли очень быстро распадаются, появляются кратерообразные язвенные дефекты. И даже несмотря на то, что здесь миндалины имеют одинаковую форму, одинаковые размеры, они симметричны, тем не менее уже понятно, что с правой необной миндалиной есть определенные злокачественные изменения, спровождающиеся распадом опухоли. Контрастную фазу линейный рисунок крипт не прослеживается. Это очень важный диагностический признак. И имеется секундарное поражение шейных лимфатических узлов с эпсиолатеральной стороны. Минимальные раки необных миндалин, как правило, HPV ассоциированные. Они локализуются на дне вот этих самых крипт, которые высланы слизистой оболочкой. У пациента депутировала опухоль также секундарным поражением шейных лимфатических узлов. Часть из них была иссечена, мы видим, послеоперационный рубец. И визуализируется опухолевая ткань в глубинных отделах миндалин. Но посмотрите, сразу видно четкость границы. Как бы сама опухоль, она отграничена от лимфоидной ткани, что говорит о том, что это инородная лимфоидная ткань. Это инородная субстанция, которая характеризуется другой интенсивностью накопления контрастного препарата. И, конечно, здесь говорить о том, что имеется поражение при лимфоме, не приходится. И нужно быть внимательными. Имеется такое состояние, как после тонзилоктомии. Ряд пациентов подвергается такому лечению при длительно существующих хронических заболеваниях нюбных миндалин, при хронических тонзилитах. И когда у пациента в анамнезе тонзилоктомии, это совсем не значит, что у него не могут поражаться миндалины при излокачественных процессах, таких как лимфопролиферативные заболевания или эпителиальные опухоли. Крайне редко выполняется радикальная тонзилоктомия, как у данного пациента, когда мы видим абсолютно пустые тентилярные ниши и четкие нюбные контуры нюбных дужек. У данного пациента выполнена радикальная тонзилоктомия справа. Слева мы видим остаточную ткань лимфоидную миндалины, в которой могут развиваться патологические процессы. Также, если оставлен достаточно крупный фрагмент миндалины, удается проследить линейный рисунок ее крипт. Это для них очень характерно. В данном случае, к сожалению, лимфомы не нашла, но есть рак остаточной ткани нюбной миндалины, когда в остаточном фрагменте справа было радикальное удаление, и слева в остаточном фрагменте миндалины развивается злокачественный процесс, и имеется поражение нюбной миндалины, несмотря на то, что у пациента была выполнена тонзилоктомия. Обширные некротические изменения с накоплением контрастного препарата по периферии. И также подтверждается это секундарным поражением шейных лимфатических узлов. Язычная миндалина локализуется вдоль задней поверхности корня языка. Когда же мы видим гипертрофию миндалины? Когда у пациента в анамнезе длительное время назад имела место тонзилоктомия билатеральная при хронических тонзилитах. Тогда язычная миндалина берет на себя функцию основного лимфоидного барьера и увеличивается в размерах. Такая миндалина может тотально выполнять просвет язычных волекул, может оттеснять над гортаник сзади, создавая у пациента ощущение инородного тела в глотке, мешающего при глотании. Но обратите внимание, насколько четкие контуры этой миндалины, абсолютно неизмененные подлежащие ткани корня языка, и структура ее неоднородная за счет многочисленных мелких ретенционных кист. В контрастную фазу при гипертрофированных миндалинах виден такой же линейный рисунок крипт, как и у небных миндалин. Их удается преследить именно при увеличении ее размеров. Ретенционная киста язычной миндалины также является свидетельством того, что миндалина подвергается постоянным хроническим воспалительным процессам и не затронута каким-то патологическим процессам, которые нарушают функцию ее железистых клеток. Поражение язычной миндалины при лимфоме, достаточно редко встречающее состояние, и как раз здесь очень важную роль отводят клиническим проявлениям и тому, что нам пишет клинический доктор. Начительное увеличение размеров язычных миндалин, настолько крупное, что практически полностью обтурирует просвет рота и горта на глотке, значительно оттесняет на гортане кзади, до буквально горизонтального положения, но при этом язык оттеснен кпереди, и не изменена структура мышечной ткани языка, то есть нет инвазии подлежащих органов и нет тропности опухоли к какой-либо другой ткани, кроме лимфоидной. Несмотря на то, что опухоль тотально обтурирует ротоглотку, у пациента нет нарушения стридера, нет нарушения проходимости воздуха, и есть незначительное поперхивание при прохождении твердой пищи. Это очень характерно для лимфом, потому что это очень эластичная ткань, и она таким образом не мешает прохождению пищевого комка, и крайне в поздних уже сроках проявляет себя клинически. И также имеется поражение шейных лимфатических узлов при лимфоме. Чем отличается от эпителиальных опухолей? Все то же самое при эпителиальных опухолях. Наступает очень быстрый распад, формирование кратерообразных дефектов, имеется кленовидная инфильтрация подлежащих тканей корней языка, потеря четкости контура миндалины, и секундарное поражение лимфатических узлов, которые имеют неоднородную структуру за счет многочисленных участков некроза. Несмотря даже на небольшие размеры опухолей язычной миндалины, они очень быстро распадаются, и даже при небольших опухолях вот такой кратерообразный дефект сразу говорит о том, что это не лимфопролиферативное заболевание, а заболевание, исходящее из эпителиальных клеток. Поражение региональных лимфатических узлов, в принципе, здесь уже просто обобщение того, что было сказано ранее, выделяют при поражении все те же самые анатомические уровни, как при любых патологических процессах в области шеи. Это уровни с первого по седьмой на шее. Поэтому при исследовании зоны шеи в зону сканирования всегда входят и те группы лимфатических узлов, которые не входят в классификацию, околоушные, ретрофарингеальные и щечные. И таким образом, когда исследователь назначает МРТ мягких тканей шеи, он может рассчитывать на то, что в зону сканирования попадет зона от дна турецкого седла до еремной вырезки рукоятки до грудины, и мы перечислим все лимфатические узлы, которые входят в эту зону. Также исследование выполняется обязательно с большим филдовью, для того, чтобы в зону сканирования также вошли лимфоузлы пятого уровня, то есть надключичных областей. При лимфоме очень характерны крупные размеры пораженного лимфатического узла, прослеживается отчетливо его капсула, поскольку нет инфильтративного типа роста, нет перинодальной инфильтрации. Несмотря на крупные размеры узла, мы видим, что это достаточно эластичная ткань, имеющая неправильную форму, часто повторяет конгруентную прилежащим анатомическим структурам, что является патогноманичным признаком для лимфомы. Несмотря на то, что лимфоузлы имеют крупные размеры, они не сливаются в конгломераты, но это касается только шеи, здесь я не говорю о средостении, это уже прерогатива КТ. Именно то, что касается шейных лимфатических узлов. И при внутривенном контрастировании такие лимфатические узлы характеризуются сниженным накоплением контрастного препарата, что является очень важным диагностическим признаком как при МРТ, так и при КТ данной локализации данных опухолей. Опухоли носоглотки. Еще раз повторюсь, что несмотря на небольшие размеры, они очень быстро метастазируют. И вот как раз они могут имитировать поражение лимфатических узлов при лимфоме, потому что для них характерно такие вот лимфоузлы тоже овоенной формы и солидной структуры. Но наличие антрацеллюлита говорит о том, что все-таки ткань здесь более ригидная, чем при лимфоме. И также локализация опухоли в проекции глоточного кармана свидетельствует о том, что, скорее всего, поражается не лимфоидная ткань глоточной миндалины, на чему вы увидели ее по средней линии, а именно эпителиальная ткань разномилировой ямки. Поэтому здесь мы можем избежать ошибок и поставить правильный диагноз. Имеется также поражение ретрофарингеального лимфатического узла. Классическое поражение при опухоли носоглотки – это крупный лимфатический узел с обширной зоной некроза и наличие перинодальной инфильтрации окружающих мягких тканей. Опухоли, относящиеся к группе аденокистозных раков, еще проще отличить от поражения при пролиферативном процессе, поскольку наличие в них жидкостного компонента обусловлено не некрозом, а именно кистозными включениями с четкими ровными контурами. Здесь диагноз вообще не вызывает никаких сомнений. И стоит отметить отдельно неспецифический лимфоденит, часто встречающийся при изменениях воспалительных в немных миндалинах. Здесь не ставим главного акцента размера лимфатического узла, пытаемся дифференцировать область его ворот. Потому что в таком случае мы можем сказать, что не нарушена кортикомедулярная дифференцировка лимфоузла, не идет замещение его структуры опухолевой тканью. Данный лимфоузел нужно расценивать как доброкачественный процесс. Таким образом, несмотря на всю, казалось бы, идентичность представленных сканов, если быть внимательным к мелочам, то можно поставить правильный диагноз и избежать каких-либо ошибок. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова